МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Середина 60-х годов 20 века. Столица Советской Белоруссии, хоть и вся в новостройках, но все еще наполнена отзвуками войны. То и дело находят неразорвавшиеся боеприпасы. Имена патриотов звучат громко, их подвиги ложатся в основу произведений искусства. Слава находит забытых героев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года Ольга Федоровна Щербацевич и Владлен Иванович Щербацевич посмертно награждены орденами Отечественной войны первой степени. Мать и сын. Участники Минского подполья. Их казнь в 1941 году стала первой публичной акцией устрашения в городе. Тома расследования многочисленных уголовных дел еще одно наследие трех лет оккупации. Реабилитировать, осудить, расстрелять. Бориса Рудянко, как виновного в гибели семьи Щербацевичей, приговорили к расстрелу. Об этом много писали, но тогда всю правду до конца опубликовать так и не решились. После освобождения Минска в 1944 году Борис Рудянко уже был арестован органами МКГБ БССР и осужден на 7 лет за сотрудничество с немецкими властями. Срок подходил к концу, и он уже думал, как устроит жизнь на свободе. В том, что как-то устроит, не сомневался. Но неожиданно вызов на допрос. И предательский холодок пробежал по спине. За многие годы он научился чувствовать опасность. Расскажите о событиях 1941 года. Рудянко сглотнул, хотел сказать, что обо всем уже говорил и не раз, но почему-то не решился. Лицо следователя не было безучастным и ничего хорошего не обещало. Из дела по обвинению Бориса Рудянко, архив номер 0501-828 КГБ при Совете Министров БССР. Рудянко Борис Михайлович, 1913 года рождения, уроженец города Орши, Витебской области, Беларусь. К началу Отечественной войны я состоял на службе в Красной армии в звании техника-интенданта 2-го ранга в должности помощника начальника 1-го отдела шифровальной службы штаба 5-го стрелкового корпуса 10-й армии, дислоцировавшегося в районе города Бельск Белостокской области. В кабинете следователя КГБ лейтенант Рудянко снова и снова описывал то, что хотел забыть. В памяти оживало лето 41-го года. Боль, раны, усталость и страх. В который раз его заставляли вспоминать и переживать все заново. Несмотря на то, что о возможной войне здесь говорили практически все, Рудянко искренне надеялся, что какое-то счастливое решение, принятое наверху, избавит всех от катастрофы. Но этого не случилось. И сводки верховного главнокомандования вермахта от 29 июня 1941 года. В ходе наступательной операции в районе восточнее Белостока уже полностью окружены две советские армии. Несмотря на многодневные отчаянные попытки прорыва, кольцо немецких армий вокруг них с каждым часом сжимается все теснее. Наступая по обе стороны от Белостокского котла, наши танковые соединения и моторизованные дивизии вышли в район Минска. Да, двигались быстро. И в первые же дни войны миллион пленных. Жертвы июньской катастрофы 1941-го. А что Рудянко? Ранен и отправлен в госпиталь в деревню Старое Село под Минском. В Минске нацисты будут через 7 дней. Значит, плен. О чем тут еще говорить? Да, таких дел тут целые стеллажи. Захватив столицу Беларуси, нацисты устроили здесь небывалый по величине лагерь военнопленных. Сотни тысяч солдат Красной Армии сгонялись в так называемые шталаги. Чаще всего проволокой обносились пустыри, и там, под открытым небом, находились пленные. Самый большой – шталаг 352 – был в районе Масюковщины. Его филиалы по всему городу. Оккупационные власти с трудом справлялись с их охраной. В докладах на рейслятору Розенбергу, который отвечал как раз-таки за восточные территории, за всю расовую теорию Гитлера, вот и сообщалось, что пленные находятся в страшных условиях, они стоят, не могут лечь и так далее, погибают, умирают, с этим надо что-то делать. Рудянка и другим раненым, можно сказать, повезло. Их отправили не в шталаг, а в лазарет для бойцов Красной Армии. 6 июля 1941 года их привезли в здание, расположенное в районе нынешней Академии наук. Это был плен, но гораздо лучше, чем лагерь, где под открытым небом солдаты пили дождевую воду и умирали от голода. Сюда из города приходили люди, приносили еду и медикаменты. Но стоило поправиться, и тебя ждали все ужасы лагеря. Для политруков, коммунистов, евреев приговор был очевиден, с ними нацисты не церемонились. Рудянка понимал, у него, штабного шифровальщика, тоже мало шансов на спасение. Оказались в лазарете. Что дальше? Я, продолжая лечиться, познакомился с офицерами Красной Армии, летчиком Сергеем Истоминым, лейтенантом Николаем Гребенниковым, старшими политруками Блажновым и Левитом. Все мы, обсуждая создавшуюся обстановку, решили бежать из плена и перейти за линию фронта. Собралась целая группа, отчаянно искавших спасение. Цель была ясна – бежать и, перейдя линию фронта, соединиться с частями Красной Армии. Но как это осуществить? Подавляющее большинство людей либо в процессе побега самого, пока вырывались из лагеря, погибали, других искали, настигали, догоняли и тоже уничтожали, потому что все это карало сразу расстрелом, естественно. И только незначительному количеству удавалось бежать. В госпитале санитаров не хватало и легкораненых бойцов тоже привлекали к этой работе. Им разрешалось выходить в город за медикаментами. Этим и решили воспользоваться. Зорин и Гребенников, которые чувствовали себя покрепче, поступили санитарами при лазарете. Им и поручили достать документы, а также связаться с кем-то из местных, кто поможет с одеждой и приютит на первое время. И так план побега без помощи местных жителей осуществиться не мог. Ольга Федоровна Щербацевич, сотрудница 3-й советской больницы, член КПСС, сведения не густо. Но раз она медработник, вполне могла встретиться с Рудянкой. На заборе около лазарета вывешивали списки бойцов. Менчане искали знакомые фамилии. Ольга Щербацевич снова просматривала эти списки, хотя знала почти всех раненых в лицо. Она работала в госпитале и с ужасом смотрела, как обращаются с пленными нацисты. Не считают за людей. Сопротивляться оккупантам, она была уверена, это ее партийный долг. Помогать раненым – человеческое призвание. Когда к ней обратился санитар Зорин и рассказал о плане побега, Ольга не колебалась. На самом деле, во время войны все было реально. Даже то, что на первый взгляд и казалось, что его трудно реализовать, люди смелые, волевые, могли реализовать любое дело. Она знала обстановку в городе. Сразу идти в лес красноармейцам опасно, на дорогах патрули. Все выходы из Минска контролируются. Необходимые документы, люди, которые спрячут беглецов у себя. Вопросов оказалось много. Одной не справится. Помощником стал ее сын, Володя Щербацевич. Пока на воле искала ответы, пленные разрабатывали дерзкий план побега. Выйти из лазарета среди бела дня и остаться вне подозрений – это возможно. Например, устроить перевод в госпиталь для легкораненых и подлечившихся бойцов. Выписать бумаги не составит труда. Зорин – регистратор. Он и отметит всех, как у бывших на продолжении лечения. В качестве сопровождения взять своих санитаров. В условленном месте будет ждать Ольга Щербацевич. До вечера их не должны спохватиться, а там – как судьба распорядиться. Ну и куда их дальше девать? Только по домам прятать. Как она решилась привести к себе пленных красноармейцев? Зачем ей такой риск? У нее ведь сын. А с другой стороны, ведь это начало войны. Люди еще не знали, что такое СС, гестапо. Она о риске, может, и не думала. Советские паспорта. Аусвайсы. Документы ценились в оккупированном городе на вес золота. Нет. Дороже. Их ценой была жизнь. Если нет документа, могут арестовать, могут просто убить. Тем более, если ты мужчина призывного возраста. Раненые красноармейцы ждали паспортов, а Ольга Щербацевич не представляла, где и как их достать. Стремительное наступление вермахта не позволило эвакуировать документы многих ведомств, даже милиции и органов госбезопасности. В руинах разрушенного во время бомбежек Люфтваффе линейного отделения милиции часто бегали мальчишки. Однажды Володя нашел там бланки паспортов. Можно было их продать и получить много хлеба, но он отдал их матери, а та передала в лазарет. Знакомые Щербацевич, которые постепенно объединялись в подпольную группу для помощи красноармейцам, достали уцелевшую милицейскую печать. Теперь беглецы придумывали себе новые имена и заполняли бланки паспортов. Какую фамилию вы взяли себе? Обломов. Дальше. В октябре того же года при содействии работника госпиталя члена КПСС Щербацевич Ольги вместе с группой военнопленных в количестве пяти человек совершил побег. В КГБ шаг за шагом восстанавливали историю побега. Беглецы вышли из лазарета среди бела дня. Якобы отправились в другую больницу. Через квартал сменили маршрут. Володя Щербацевич повел их дворами и малолюдными улицами. Им повезло, прошли незаметно. Ольга приютила часть беглецов у себя, часть у сестры. Идти на фронт к своим – это логично. Солдаты придут им, дадут оружие, бить врага. Эти ребята не знали о приказе номер 270. Лично Сталин подписал. Приказ номер 270 Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 августа 1941 года. Командиров и политработников во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертирам. На местах дезертирами считали всех попавших в плен. По законам военного времени суд был короток и строк. Сбежавшие из плена красноармейцы могли попасть под трибунал, если бы вообще дошли до линии фронта. Кстати, когда они вышли из Минска? 27 сентября. Это уже Смоленское сражение. Вот-вот начнется московская операция. Далековато до фронта. Сотни километров. На каждом опасность. Но самое трудное для них первое выйти из города и остаться живыми. О факте бегства военнопленных из лазарета было доведено до немецкого командования и, в общем-то, их разыскивали. Поэтому любые подозрительные лица задерживались и направлялись в Минскую тюрьму. Красноармейцы догадывались, что их уже ищут. Итак, 27 сентября 1941 года, разбившись на группы, военные под видом гражданских вышли из города. Рудянка с Ольгой и Володей Щербатцевичами шли первыми. В этот раз Ольга не предвидела, откуда грозит опасность. С ними шел Борис Рудянка. Человек, которого она спасала. Рано утром мы вышли из города Минска и направились на восток, имея намерение перейти линию фронта. Всего нас было 11 человек. Я со своей группой прошел километров 20-25. Щербатцевич Ольга попросила, чтобы я остался с ее сыном, а она сходит в разведку и возвратиться к нам. Не дождавшись ее, я пошел обратно. Он, наверное, сразу планировал свой маршрут. Бежать со всеми, выйти из города и уйти. Вопрос, куда? В Минск ему никакого смысла возвращаться нет. Рудянка Рудянка передумал идти вместе с ними и, в общем-то, направился в сторону Слуцка, где проживал его тесть, жена и родственники по линии жены. По дороге его задержали. Поскольку документы его вызвали подозрения, которые при нем были, плюс ранения, к этому следует добавить, что немцы и полиция проводили розыск беглых военнопленных. Готовясь к побегу из города, Рудянка продумал собственный маршрут. Из лазарета, из Минска к своей родне. Поэтому он оказался в группе с двумя гражданскими. Уйти от товарищей было бы намного сложнее. Рудянка был схвачен патрулем и отправлен в тюрьму. Здесь он первый раз пожалел о том, что выжил после ранения. Ему было еще неизвестно, что другая группа беглецов, четыре человека под началом политрука Лилита, в деревне наткнулась на облаву. Пытаясь уйти, стали отстреливаться. Все были убиты. О судьбе остальных он узнал очень скоро, а участь некоторых предрешил своими показаниями. Группа Зорина, потеряв связь с другими участниками побега, возвратилась в Минск. Домой пришла и Ольга Щербацевич с Володей. Это было роковое решение. Рудянко уже находился в тюрьме, с ним уже работали. То, что происходило дальше, и стало основой приговора Борису Рудянко. Фотографии смерти. Какую роль сыграли известные снимки в деле лейтенанта Рудянко? Работа торговым агентом, сладкая жизнь Герр Борисов. О чем еще узнали следователи МКГБ БССР в 1951 году? В начале 70-х на экраны Советского Союза вышел многосерийный фильм Виталия Четверикова «Руины стреляют». С особым вниманием его смотрели в столице Белоруссии. Ведь местом действия картины был оккупированный Минск. В основе сюжета документальные свидетельства о Минском подполье. Сам режиссер шел к работе много лет. Сначала снял документальную ленту «Казнен в 1941-м». На работу его натолкнули фотографии первых публичных казней в городе Минске. Немцы печатали свои фото, работники ателье сохраняли негативы, делали копии, а потом эти фото всплывали здесь, в уголовных делах. Для режиссера уникальный материал. Застывшее время. А для следователя улики. Трое людей. Пожилой мужчина, девушка и мальчик лет 14. Злостный враг Рейха. Это Володя Щербатцевич. Казнили Володю Щербатцевича, которого очень страшно пытали. Вот это у немцев было, у нацистов, я бы так сказал. очень четко отработано и регламентировано. Его повесили на улице Ворошилова у дрожжевого комбината 26 октября 1941 года. Куба лично говорил речь перед началом этой экзекуции. Вот что ждет противников новой власти. В разных частях города были сооружены виселицы. Жители Минска сгоняли как зрителей на чудовищное представление. Казнили старика, девушку, подростка, женщин, гражданских мужчин. Среди повешенных не было профессиональных подпольщиков, диверсантов, разведчиков. У кого-то нашли приемник, у другого медикаменты, но главное, всех их кто-то выдал. Кто-то назвал имя этого человека, чтобы спасти свою жизнь или остановить боль. Несколько дней для устрашения трупы не снимали. Повешены были Ольга Щербатцевич и Надежда Янушкевич. Прошел всего месяц со времени побега из лазарета до дня их казни. В Комитете Госбезопасности сопоставили очевидные факты. Списки беглецов, тех, кто им помогал и установленные имена повешенных. Гражданские организаторы побега все казнены. Одна группа раненых погибла в облаве. Несколько человек в тюрьме. Рудянко был арестован СД первым. «Кто выдал?» И Рудянко признался. Я тогда рассказал, что я, Щербатцевич Ольга, ее сын Владимир действительно имели намерение перейти линию фронта. Щербатцевич Владимир и Щербатцевич Ольга были проводниками. Нацисты использовали показания Рудянко при составлении громкого дела о разоблачении Минского подполья. Перед Берлином отчитались об успешно проделанной работе. Жителям показали, кто хозяин и каковы теперь порядки. В КГБ не делали скидок на слабость характера. В деле появилось конкретное указание на его вину, его предательство. Значит, на доследование дело вернули не случайно. Архивы Абвера. Да, любили немцы все держать в порядке. Das ist Ordnung. Везде упоминается фамилия Рудянко. Чаще всего рядом с другими фамилиями, в основном немецкими. В руки МКГБ БССР попала часть документов военной контрразведки Третьего Рейха, действовавшей на территории оккупированной Белоруссии Абвер-Небенштелле Минск. Эти бумаги пролили свет на работу Абвера со сведомителями и счастлива военнопленных. Когда он попал в плен, основа вербовки уже была ясна, потому что первое, что сказал ему Кребец, это то, что вас все равно расстреляют, потому что мы дадим информацию, что вы, как шифровальщик, владеющий высшими тайными военными, вы нам их выдали. И неважно, там у вас никто разбираться не будет. Вербовку проводил сам руководитель Абвер Небенштелле Минск майор Вильгельм Кребец. Он сразу увидел, этот человек еще может послужить. С ним достаточно поработали в тюрьме, и теперь в более спокойной обстановке он предложил ему перейти на сторону победителей. Осенью 41-го многие были уверены, Германия уже победила, или близка к тому. Переводил слова майора опытный агент Аксель Ганзен. И Борис Рудянко подписал свое согласие на сотрудничество с Абвером. Сидя в кабинете Кребеца, Рудянко писал и слушал инструкции. Знакомиться с людьми, узнавать информацию и выдавать как одиночек, так и группы, ведущие борьбу против немецких властей. Он писал. И вместо страха приходило удивление и даже удовлетворенность. Он слушал, какие блага ему сулит работа. Нет, служба. Тут и паёк, и одежда, и деньги. Неужели кошмар закончился? И ему улыбнулась удача. Он выжил. Спасти себя любыми путями. Но ведь пути-то бывают разные. И сохранить себе жизнь путем предательства, путем измены Родине, вы сами понимаете. Абвер обычно работал под прикрытием различных торговых организаций. Это давало свободу передвижения, вызывало меньше подозрений, а кое-кому еще и позволяло подзаработать. Борис Рудянко стал штатным сотрудником торговой организации ОСТ. Восток. Теперь Рудянко мог беспрепятственно передвигаться не только по Минску, но и за его пределами. Ему выдали наличные на расходы. Первая зарплата 100 рейхсмарок, а за выполнение задания обещали премию. И даже обеспечили одеждой. Правда, той, что отбирали у обреченных на смерть, но это не очень волновало. О щепетильности на войне забываешь быстро. В том же месяце Рудянко поступил на службу в качестве штатного агента военного контрразведывательного органа, где служил до 3 июля 1944 года. Имел личное оружие, пистолет и документ прикрытия служащего немецкого торгового общества УТА. Вот так поворот. Да тут совсем другая картина. Это уже не жертва, это охотник. Так, ну и что там дальше? Захват Минска. Могли ли раненые пленные совершить военный переворот в городе? Доверие и деньги, ловкие ходы и прагматизм агента Адвера. Позднее предупреждение смерть руководителя подпольного горкома. Какие задания как агента вы выполняли? Выявлял всех, кто против немецкого режима. Рудянко сомневался, рассказывать ли о первом задании. Возможно, они не знают. Это было в конце 41-го. В полицию дошли сведения, что в лазарете готовится масштабная диверсия и снова изготавливаются фальшивые документы для военнопленных. Нужно было внедриться в подпольную группу. Рудянко разбередили рану и отправили в лазарет. Раскрыть подполь для него не составляло труда. Он шел знакомым маршрутом, вспоминая собственный побег. А главное, он быстро завоевал доверие товарищей. В этом Рудянко был асом. Люди верили этому худосочному человеку с немного детским лицом. Вскоре в Адвере оказались списки заговорщиков. Около 500. Это же больше батальона. Что-то нереальное это все. В лазарете восстание, захват города, целый военный переворот. В январе 1942 в Берлин полетели сообщения о раскрытии военного мятежа в госпитале. Только ударная группа насчитывала 300 человек. Планировался захват ключевых мест города, освобождение военнопленных и по сути освобождение Минска. Так это или нет неизвестно. Но известно другое. Рудянко был не единственным. Существовали и другие осведомители. Нацистские власти подстраховались и агенты, выявляя подпольщиков, могли сдать другого осведомителя, который, например, не очень усердно работал. Поэтому Рудянко старался. И как никто другой не скупился на имена и фамилии. Когда все это произошло, Абвер придумал ему очень хитрую легенду отступную, что вроде и он тоже был арестован и так далее. А всех этих людей военнопленных они расстреляли. Тогда же, с 5 по 15 января 1942 года, Минский гарнизон находился в состоянии повышенной боевой готовности. В качестве устрашающей акции 18 января во время конвоирования большой колонны военнопленных около тысячи обессилевших от голода и ран красноармейцев были расстреляны. Кто такой Аксель Ганзен? Рудянко вздропнул. Рудянко познакомился с Ганзеном во время допросов в СД. Тогда ему показалось, что Ганзен, в отличие от тамошних Костоломов, сочувствовал пленнику. Он не запугивал, не угрожал, рассказывал о выгоде работы агентам, о премиях. Впоследствии именно он был первым человеком, с которым Рудянко планировал операции. Деловая хватка прибалтийского коммерсанта была примером для начинающего осведомителя. Дело Ганзена. Фамилия Рудянко тут на каждой странице. Понятно, почему документы из дела Ганзена попали в это расследование. Да тут не дело, настоящий бизнес. Рудянко менеджер, Ганзен директор. Когда шло расследование дела Рудянко, Ганзен был еще на свободе. Материалы о нем собирались долго, и органы госбезопасности разработали многоходовую операцию по его задержанию. Это удалось осуществить только в 60-е годы. К тому времени Аксель Ганзен легализовался в Западной Европе. Он подправил свою биографию, вычеркнув из нее работу на Абвер и на привезенные из оккупированной Беларуси деньги неплохо обустроился. При этом продолжал сотрудничать с разведкой, теперь уже британской. Для того, чтобы выманить Ганзена, к делу привлекли его любовницу из Беларуси. Именно она по указанию КГБ уговорила бывшего Абверовца приехать навстречу. Его взяли в аэропорту Восточного Берлина и отправили в Минск на место бывшей службы. Использовалась информация, которую выдал о нем Рудянка. Аксель Ганзен назначил встречу в кафе. Это было особое кафе. На первый взгляд совершенно обычное заведение. Оно находилось в здании около нынешней площади Победы. Но именно там агенты Абвера встречались со своими осведомителями и вербовали новых. В этот раз Ганзен предложил Рудянка попробовать заняться продажей сахарина. А в довесок новое задание внедриться в подпольный горком. Это не в лазарете валяться. Тут и гонорар побольше будет 10 тысяч марок. Их совместная операция по внедрению осведомителя в подпольный горком Минска была разработана очень тонко и грамотно. Благодаря этому Борис Рудянка оставался вне подозрений до самого окончания войны. Выйти на руководство подполья Рудянка удалось благодаря случайной встрече с товарищем из лазарета. Это был Бурцев. Летом 41-го они вместе готовили побег. Но тогда тяжелое ранение Бурцева не позволило уйти со всеми. И теперь он встретил Рудянка как хорошего товарища, обрадовался. Оказалось, ничего не знал о предательстве. Разговорились. Бурцев выдал информацию о минском подполье. Рудянка повел привычную игру. Представился патриотом, который ищет возможность бороться с оккупантами. Именно Бурцев порекомендовал Рудянка руководителю подпольного горкома Константину Хмелевскому кличка Клим. Угощая подпольщика чаем, Рудянка признался, у него есть деньги. Он смог устроиться в торговую организацию к немцам. Сахарин выгодный товар. И свою прибыль он готов отдать на дело борьбы с врагом. Тут классический пример того, как человек, если можно употребить такое выражение, не за страх, а за совесть, в дальнейшем работал на нацистов. Причем изобретательно. Благодаря руководителям своему, Хансену. То есть он его очень грамотно внедрял. Под покровом ночи в условленном месте был сделан тайник с оружием. Его спрятали там немецкие солдаты по приказу руководителя Абвера Вильгельма Кребица. Около десятка винтовок и несколько тысяч патронов. Все со склада трофейного оружия. Рудянко, сведомо своих новых хозяев, выдал подпольщикам это место. Так он начинал завоевывать доверие. В его искренность поверили. И Хмелевский даже в последующем переехал жить к Рудянко. И туда же начали в нарушение всяких правил конспирации приходить другие там связные там работники партийные и так далее. А Рудянко все это старательно фиксировал и дозированно потом передавал к Ребицу. Рудянко и Ганзен действовали очень осторожно и сумели обмануть многих. Сколько агентов СД и Абвера было разоблачено, сколько ликвидировано набиравшим силу минским подпольем. Но эти держались до конца оккупации. Вероятно потому, что не спешили и выдавали не всех подпольщиков. Они медленно плели свою сеть и в нее попалось немало патриотов. Чтобы Хмелевский вошел в состав подпольного горкома, был убит редактор газеты «Звезда» Владимир Амельянюк. Ничего не подозревавший Хмелевский занял его место. Теперь Рудянко уже держал в руках весь подпольный горком. Но арестовывать Хмелевского в Абвере не торопились. Тактика Ганзена «Чем больше людей вокруг себя соберут, тем больше будет улов». Так родилась легенда, что Рудянко едва ли не двойной агент. Самый настоящий двойной агент. Причем работал под прикрытием на обе стороны. Партизаны считали прикрытием его службу в Абвере, а немцы были уверены, он внедренный в подполье агент. Хмелевский понял это только за решеткой. Выгода была на стороне тех, у кого сила. Вот логика осведомителя Рудянко. Когда власть была у нацистов, как и спирт, сахарин и рейхсмарки, он работал на них. Когда война изменила ход, к Белоруссии приблизилась Красная армия, он стал больше помогать подпольщикам и сдавал своим хозяевам не всех патриотов в надежде на их протекцию в будущем. Он работает связным партизанского отряда. И вместе с другими связными, никого из них он не выдал, тех, с кем работал. Он проводит людей в лес, при этом участвует в диверсионной работе. И потому во время первого суда, сразу после освобождения Минска, в защиту Рудянко выступали многие. Подпольщики описывали то, как он помогал переводить людей в партизанские отряды, давал средства на борьбу, помогал с оружием. Тогда следователи МКГБ не выяснили, кем Рудянко был на самом деле. Ему инкриминировали только дезертирство и сотрудничество с оккупационными властями. С Кмелевским не удалось провести операцию, как запланировал Гансен. Слишком много в городе было тех, кто искал подпольщиков и партизан. Конкуренты СД также вышли на след горкома и вели слежку за его руководителем. В этой игре выигрывает тот, кто доложит первым. Все заслуги проигравшего сводились к нулю. В тот январский вечер Кмелевский шел на явочную квартиру около пивного завода. На улицах было немноголюдно и он заметил слежку. Попытался уйти, завернул за угол, вошел в арку. Преследователи за ним. Он вытащил пистолет, который всегда носил с собой, стал отстреливаться. Убил двоих сотрудников СД, но тут появились люди с другой стороны и его схватили. Начались допросы, пытки. Подпольщика готовили к покаянному выступлению перед рабочими. Он отказался. Из тюрьмы Кмелевский не вышел. Одной из последних весточек от него было письмо с подозрением в предательстве Бориса Рудянка. Кмелевский из письма Мактрусову 22 января 1943 года. Был 21-го опять целый день на допросе. Еле пришел, но допрос еще не закончен. Вызовут сегодня, возможно, еще опять. Миша, я еще не уверен, но с Б прекрати всякие встречи. Вы знаете, что Хмелевский подозревал вас? Нет. Рудянка и после разгрома портактиво выдавал себя за патриота. При этом продолжал свою службу Абверу. Но бежать из города со своими хозяевами он не успел. На допросах всплывало, было два лица, такой двуликий Янус. С одной стороны Иуда, предатель и трус, с другой стороны вот мужественный подпольщик. По такой фотографии сложно судить о человеке. Что в нем было? Почему ему верили? Негеройская внешность, тщедушный, невзрачный, может, прирожденный актер. Но в 1951 году в поисках Акселя Ганзена следователи обнаружили согласие Рудянка на сотрудничество с Абвером. Собирая информацию о карательных акциях, узнали о том, кто предал Володю и Ольгу Щербатцевич. Так дело Рудянка вернули на доследование. До освобождения ему оставалось меньше года. странная судьба. Но не более странная, чем то время. по приговору военного трибунала БВО от 16 мая 1951 года. Рудянко Борис Михайлович, 1913 года рождения, уроженец города Орша, Беларусь, беспартийный, осужден за измену родине по статье 632 Уголовного кодекса БССР и приговорен к расстрелу. Здравствуйте, люди! Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нет. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нет. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас студний, таз есть, коляска есть, добрые люди подарили. Но на улицу мы не ходим, так как живем на пятом этаже, мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны, с горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо. 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 Спасибо.